Учитывая то, что мы два месяца весной детей не возили, то есть они на музыкального расчета поставили 14, мы все понимаем, что нам хватит на основном. Расскажите тогда, вы в эту сумму, учитываясь от миллионов по 700 тысяч, какие по статьям заложены расходы? Частники покупали, как ли вам? Ничего здесь не заложено, чисто подвоз по коммерческим предложениям для выставления на конкурсные процедуры. В прошлом году сколько у вас было на подвозе заросло в 19-й год? За 19-й сейчас нет у нас. За 20-й? 19-й. 19-й. 19-й, вы хотите сказать, что мы еще 5 миллионов за подвоз не додали? По нашим, если мы полностью возьмем основной подвоз и тот подвоз по расчетам, с учетом индексации, то нам было бы необходимо 19 миллионов. Но скорее всего это может быть немного завышенная сумма, но финуправление нам просчитает по своим, по расходам 20-го года, что 14 миллионов нам хватит. Но если тут подвоза не будет, то возможно хватит. Статья о подвозе, она была у некоторых заинтересованных лиц, поэтому эта сумма нарастала, нарастала и нарастала. Поэтому это и в том созыве, конечно, печально, что часть депутатов приняла решение тогда, что мы деньги выделили и на покупку резины, и на строковку автомобиля. Хотя это всегда делали за счет перевозчика. Всегда. Сколько я себя помню, 10-15 лет здесь. Вот я считаю, что вот эта сумма, да, ну, Семенович, может, погорячился, что полтора миллиона преображенки выделили, у нас была сильная бюджета. Но вот эта сумма, мне кажется, это нереально. У нас управление образования запрашивает у трех перевозчиков сто, сколько они готовы возить. То есть все предыдущие годы у нас были там одни и те же перевозчики, соответственно, они цену завышали, ну, минимум процентов на 50 километра, и представили управление образованием. Управление образованием, соответственно, на основании их бумажек, да, по-другому ты назовешь, формировало начальную цену, делало расчет по километражу и, соответственно, закладывало стоимость перевозок. При этом, помимо того, что тарелок был сильно завышен, у нас еще, как до этого сказали, не платилась ни страховка, ни колеса не покупались и так далее. Здесь было обогащение перевозчика, ну, в разы я бы сказал. То есть все-таки мы бы хотели, по крайней мере, я бы хотел увидеть методику расчета, да, то есть и те цены, которые вам предпочитает ваш перевозчик, на основании которых вы заложили 19 минут, что вы попросили. Сколько у вас выходит километров? Сейчас можете сказать по предложению компании, которая вам уже сделала? Примерно 65 рублей. 65 рублей километра, да? То есть, чтобы коллеги тоже понимали, у нас VIP-такси, Mercedes, да, там, Яндекс, но он стоит дешевле километра. При этом машина принадлежит перевозчику, да, бензин там 98-й используется, расход больше. То есть 65 рублей – это просто дикая цена за перевозку. Согласен. Поэтому я предлагаю все-таки и управлению образованием, и финансовым управлением серьезно пересмотреть статью расходов по перевозкам на следующий год.